Резонансный случай произошел в доме по улице Глушко. Именно здесь, два месяца назад, мужчина жестоко до смерти избил свою собаку за то, что та изгрызла 1000-рублевую купюру. Заявление в полицию на живодёра подала его бывшая жена. Как позже выяснили следователи, 45-летний безработный мужчина часто выпивал. Этот день не стал исключением. Нанес множественные удары руками и ногами по различным частям тела, нанеся травмы, несовместимые с жизнью. Сегодня был судебный процесс. Свою вину он полностью признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему 210 часов обязательных работ. Встретиться с нашей съёмочной группой лично Евгений, так зовут осуждённого, отказался. Однако пообщался по телефону, причём говорил с поразительным хладнокровием. Показания всё записаны, всё же объясню. Жили, конечно, уж есть. То, что грех на душу взял, всё, что. Меня, конечно, рассчитывало на штраф. Таких случаев по стране всё больше. Россию потрясла история живодёров из Хабаровска. Подростки убивали домашних животных и всё снимали на камеру. Сейчас они в колонии. Казанская история не единственная в республике. В Чистополе летом прошлого года мужчина до смерти избил щенка. Ему назначен штраф в 10 тысяч рублей. Моё мнение, наверное, можно и жёстче наказать. И за тысячу рублей. Это ведь живое существо. И убивать. Тоже есть душа, есть свои чувства, поэтому с деньгами и с правительными работами здесь не отделаться. Видимо, так же считают и в Госдуме. Сегодня депутаты ужесточили наказание за живодёрство. Теперь максимальный срок лишения свободы – три года. Выросли штрафы до 80 тысяч рублей. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань.